О чисто технических вещах в сетевом бизнесе хочу поговорить сейчас. Многие неопытные дистрибьюторы в сетевом маркетинге, да даже и опытные, как показывает практика, не всегда понимают, какие сопутствующие материалы, какие инструменты эффективны, а какие нет. Что я имею ввиду? Каждая компания старается выпустить свои какие-то обучающие материалы, какие-то рекрутирующие материалы, какие-то каталоги, буклеты, флайеры, диски, сайты рекрутирующие какие-то. Ну, короче говоря, материалы, которые помогали бы дистрибьюторам продавать и подписывать. Что правильно? Как правило, компания выпускает красивые материалы, взвешенные, без всяких грамматических ошибок, высокого качества, на хорошей бумаге, на хороших носителях. Ну, короче говоря, видно, что это сделано фирменно, солидно, что здесь, если видеоролик докушен, извините за выражение, снят специалистами, там и сценарий, и текст, и диктор, и материал подобран взвешенно. Ну, парадоксально, на наших русскоговорящих людей такие материалы, как правило, не оказывают нужного влияния, желаемого. Отдача всегда мизерная. Я заметил это на самом начале своего пути в сетевом бизнесе. И противопоставил этому свои доморощенные материалы. И убедился, что они работают лучше. Вот когда ты листовку делаешь, она работает лучше, чем... Сам сделал листовку, где-то там в полиграфическом комбинате, набрал, сам придумал текст, набрал. Ну, если ты продумал, и она не полная глупость, то она действует лучше, чем казенная. Что я имею в виду? Та, которая выпущена компанией. Эффективней. Если ты раздаешь диски, например, что я делал, или видеокассеты, когда-то я раздавал, то самопальные кассеты, которые делал я, и в основе которых лежали истории людей живых, сделаны там со всякими огрехами, шероховатостями, криво, косо, но там живые человеческие истории, живые какие-то проявления человеческие, эти видеокассеты, диски работали лучше. И даже сайты. Я понимаю, что это не должно противопоставляться. Есть материалы, которые выпускает компания, и так и должно быть, но они не помогают нам рекрутировать, они помогают нам дать информацию, проинформировать, каким-то образом углубить знания и так далее. А подписать или продать нужно использовать материалы, моя практика говорит, материалы, которые мы делаем. И часто мои партнеры делают ошибку, они говорят, что надо издать какой-нибудь красивый материал на сайте, или записать какое-то видео, нанять специалистов, нанять дикторов, нанять там еще кого-то. Это ошибка. Это потраченные зря деньги. И время, и усилия. Эффективнее работает, как ты сделал сам своими руками, продуманную, продуманную, без претензий на крутизну. Странно, но это так. Я не знаю, почему это работает на самом деле, почему это так, но в моей практике именно это работает. Я думаю, что люди устали от вранья. А вранье у нас упаковывается в такую красивую упаковку, в таких лощеных журналах, на таких носителях, классно сделанных. Так все сделано, комар носу, но только там неправда. Вся реклама, которая в интернете, которая особенно по телевидению, все эти видеоклипы, ролики, сделаны супер профессионально. И, конечно, они работают в какой-то степени. Но когда ты сталкиваешься вот в сетевом бизнесе, и от тебя идет этот материал, этот рекламный материал, этот рекрутирующий инструмент, то он почему-то не работает. Не знаю, как вам это рассказать. Я настолько это глубоко чувствую. Вот я помню, что мы записывали диск, на котором было много-много историй. Или какой-то рассказ такой, знаете, записан трясущиеся даже камеры порой кое-где, какие-то огрехи. И когда человек смотрит это, у него создается впечатление, что там за камерой такой же, как и он. Такие же живые люди. И они в таких же условиях, как и он. И они терпят такие же бедствия, лишения, находятся в таких же неприятных обстоятельствах, как и тот, на кого обращено этот материал. И уже только это вызывает доверие. А за этим следующий шаг. То, что они говорят, это тоже уже считается правдой. Если это правда, то и то правда. Короче говоря, не надо делать вот какой ошибки. Непременно стараться сделать такой видеоклип за большие деньги. Непременно, значит, сайт супер крутой. Непременно, значит, какие-то супер материалы дорогие на бумажных носителях. Там и так далее, и так далее. Не это главное. Главное человеческие эмоции, живые проявления, правда жизни. Вот что главнее. А отсюда вывод какой. Сетевой бизнес – это единственное, может быть, в бизнес-среде место, где ценится правда, где люди смотрят друг другу в глаза, где ты общаешься с человеком очень тесно, где он ждет от тебя искренности, откровений, проявления всех своих человеческих слабостей, и сильных, и хороших, и слабых сторон. Короче говоря, здесь место, где можно быть человеком. И когда ты там остаешься человеком, вот какой ты есть, вот такой вот, может быть, не совсем красивый, не совсем умный, не совсем, значит, супермен. И именно это работает. Вот подумайте над этим. Может быть, кому-то мои вот эти такие путанные рассуждения помогут. Скорректируйте свои подходы, посмотрите на свои инструменты, посмотрите на то, чем вы пользуетесь для того, чтобы подписать людей. И, может быть, вы найдете, попробовав, что мои слова принесут вам пользу. Удачи вам, до свидания.